Привет моим подписчикам, привет случайно заглянувшим. Это видео будет совершенно не вовремя, совершенно уже не по теме, но я очень хочу, чтобы на моем канале это видео осталось. Это видео об адвент календаре The Body Shop. Я покупаю его третий год подряд, и мне он нравится. Я уверена, что в следующем году с ним будет возможность, я точно так же его возьму. И три года подряд покупаю именно самую большую версию, она всегда самая клёвая. И я сегодня хотела бы вот этот адвент показать. Да, я хочу, чтобы у меня на канале осталось видео, и в предыдущие годы вы так же можете посмотреть. В следующем году, возможно, это видео поможет вам, чтобы определиться, делать этот заказ, эту покупку или нет. Я вообще очень их люблю, и каждый год они меня чем-то удивляют. Мне очень нравится вся их концепция, всё, что они там придумывают. Иногда это более оригинально, иногда это менее оригинально. Но вот это я, конечно, показывала уже и в сториз, и мы с вами даже такую прям клёвую распаковку каждый день по одному средству проводили. Это был первый раз для меня, я тоже открывала по одному. Вот эта штука тоже. Наконец-то они догадались сделать её не белой, ну даже не коричневой, а вот такого вот весёлого оттенка. Помимо этого адвента я покажу, ну, наверное, не всё, что было внутри, а то, что больше всего мне понравилось, то, что больше всего запомнилось, потому что средства из года в год повторяются. Если есть какие-то новинки, да, они, конечно, их упаковывают, но обычно это тоже не чего-то такое сверхоригинальное. Что в этом адвенте было? Здесь очень разные по своему внешнему виду коробки, даже по форме. Наверное, по форме вот такую покажу. Вот такой формы была коробочка. На каждой коробке, с одной стороны по французски, с другой стороны по английски, написано о чём-то, что касается женщин и победы женщин. Даже про трансгендерную женщину, которая, в общем-то, ну, теперь уже женщина, про неё тоже написано. Ну, либо там про права женщин, про отдельных личностей. Номер один про Марию Кюри. Марию Кюри реально была очень крутая, она младец. Ну, очень красиво, очень здорово, так, фестив, и было приятно открывать. И вы меня тоже поддержали, когда мы это с вами вместе делали в Инстаграм. И вот относительно средств, что было клёвым, больше всего, что отмечу, это средства для волос. Вот, опять же, средства для тела, всё, что там было, это и баттеры, и всё такое. Они год из года одинаковые, только ароматы другие. Сегодня вот тоже вот покажу, что в этом году эксклюзивного. К сожалению, не возвращается уже который год подряд. Мой любимый Джинджер Брэд Мэн. У меня была такая традиция покупать крем-гель для душа с пряничным человечком. Но вот в этом году меня порадовали философи немножко возвращением этого аромата. Ну, вот говоря о средствах для волос, из серии с клубничкой у меня был гель для душа. Он такой был гель-скраб. Пах просто невероятный. Вот то же самое, этот же запах. Запах клубники очень приятный, классный, расслабляющий. Это шампунь и это кондиционер для волос. Мне очень нравится. И сейчас мой такой тугу шампунь. Практически каждый раз я его использую. За исключением тех раз, когда я использую что-то более чающее. Оно такое дополнительное очищение. И кондиционер тоже мне, в принципе, нравится. Он ок. И я не буду говорить, что он магический. Просто он не хуже других кондиционеров. Он неплохо питает, хорошо смывается. Вполне себе приятная штука. Но, как вы видите, кондиционеров и маска у меня больше. То есть здесь у меня осталось этого средства больше, чем шампунь. А шампунь мне так нравится. Мне кажется, иногда я его использую чуть больше, чем надо. Он такой классный, так классно пахнет. И вообще, эта серия для таких утративших сияний волос. Типа, они вызвращают сияние. Не знаю, что они этим хотели сказать. Но мне шампунь и кондиционер нравятся. И аромат в этом играет не последнюю роль. И также мне очень понравилась маска с бананом. Маска для волос. Я использовала вот из этой серии. То ли у меня был шампунь, то ли у меня был кондиционер. Я просто знаю, что банан действительно там во многих странах, там, где у них эти бананы произрастают, они используют для волос. Ну, наверное, они все-таки не зря выбрали банан, а не томат. Может быть, в этом что-то есть. Когда с бананом появилась серия, я решила попробовать для волос. И я была одним в восторге. А вот эта маска мне понравилась. Опять же, аромат. Он какой-то прикольный. Он и настоящий, и не настоящий банановый. Вы знаете, у настоящего банана есть какой-то определенный аромат. Опять же, когда он такой райп, он такой уже весь зрелый из себя. И есть вещи с ароматом банана. То есть, какой-то такой краситель и ароматизатор банан. Вот здесь микс. Это и похоже на настоящий, и похоже на запах бананового пюре, и на что-то ненастоящее банановое. Мне понравилась классная маска. И прелесть ее в том, что через 2-3 минуты ее можно уже смыть. И она не слишком жирная, опять же. Я легко наношу полностью на волосы. Конечно, стараюсь поменьше наносить при корневой зоне, потому что иначе у меня волосы пачкаются слишком быстро. Но мне нравится, что эффект тоже достаточно быстренький, что это более питательно все-таки, чем кондиционер. Но не слишком утяжеляет волосы. Тем не менее, вот так вот каждый раз, если у вас волосы либо жирные, либо нормальные, я бы тоже не стала использовать, может быть перебор. Так, следующее, что хочу сказать, очень коротко скажу, мне тоже вот нравятся маски. Здесь гималайский уголь. И здесь еще эвкалипт, по-моему. Очень похоже на маску Glam Glow, но явно стоит гораздо дешевле. И так приятно пахнет вот этим вот свежестью, эвкалиптом. Очищающая маска для тех, кому есть что очищать. Я сейчас использую гораздо меньше масок в своем уходе. Но просто хочу обратить внимание, если же мы говорим о бренде, на их маски. Там есть маски для любого типа кожи, для любого консерна, как мне кажется. И они все клевые. Вопрос в том, что если кожа надо, а нужно дополнительное очищение, возможно маска это очень хороший вариант. Именно для вас. Говорю возможно, потому что может быть для вас будут работать больше кислоты. Но я бы не списывала со счетов то, что у вас на коже побудет какое-то время, а потом вы это смываете. Потому что не всегда уход именно нанесением, нанесением, нанесением может дать вам то, что нужно. Иногда нужно вытягивать, вытягивать, потом смывать, смывать. Просто такой honorable mention. Давайте теперь к любопытному. Первый раз я пробую вот эту серию. Она появилась не так давно, я в магазинах видела. Но мне в общем-то было не особенно нужно, поэтому я не покупала, но любопытствовала. И у меня было масло дикой морковки, которое стоит невероятных денег, но оно реально офигенное. Я подумала, что раз здесь есть экстракт морковки, наверное, это тоже что-то неплохое. Этот крем любопытный. Во-первых, посмотрите, какого он оттенка. Во-вторых, я вам должна сказать, что он дает легкий оттенок коже. То есть она не то чтобы становится рыжая, но как будто бы на ней загар. Причем я как-то не сразу это поняла. Так подходишь к дирку и думаешь, что-то у меня как-то кожа была светлее, что ли. И как-то потом соображаешь, что дело-то в креме. Что крем дает какой-то легкий кастом. Мне кажется, что это не совсем заметно. Здесь, ну почему-то на коже, особенно когда какое-то время пройдет, то ли он окисляется, то ли эта морковка вот начинает за счет чего-то там работать, или просто слой такой крема, что дает какую-то легкую рыжину. То есть это не то чтобы рыжина, но как будто бы это загар. То есть такой легкий-легкий тонкий слой загара. Это любопытно было. И я очень как-то рьяно начала использовать этот крем. И может быть я как-то с чем-то еще сочетала, у меня было много чего попробовать. У меня начались проблемы с порами. То есть какие-то там воспаления, поры как-то более грязненькие были. И я вот на тот момент отложила все, и до сих пор вот не могу понять, участвовал ли этот крем вот в чем-то подобном. Пока я использую вот на зон декольте на шею, проблем вроде бы никаких не вижу. И крем питательный, как очень многие кремы у The Body Shop. Довольно пустой в плане каких-то активов, еще чего-то. Он типа обещает все сразу, и он при этом нежный, и он там гипоаллергенный, и он для всех. Он не будет слишком жирный, он не будет слишком высушивающий. Ну вот такой вот добрячок, который улыбается всем. Иногда такое нужно. И я вот очень любопытствую, если среди вас есть те, кто его пробовал, и вы увидели какой-нибудь клевый эффект. Потому что здесь, в общем-то, клевый эффект обещают. Причем в том числе для чувствительной кожи и для всех оттенков кожи. Вот как-то с оттенками я не совсем поняла. Это чисто такой реверанс в сторону того, что мы за инклюзивность всех оттенков кожи. Или по поводу того, что он дает какой-то оттенок. Это не совсем показалось мне понятно. Но сам крем прикольный. То есть я вот не могу, пожалуйста, на его консистенцию или еще на что-то. В течение дня он дает тоже достаточно увлажнение. Я вот тут тянула свои ручки за кремом. Во-первых, классика. Баттер с маслом ши. Я решила показать, потому что он у меня как-то очень быстро исчез. Когда все-таки в конце зимы, еще там февраль, там январь, холодновато. Вот это очень прекрасно работает. Если у вас где-то сухие есть участки кожи, не примените использовать. И как раз масла в чистом виде, они будут не очень хороши. А вот такие баттеры, где это разбавлено, сделано правильная формула, правильная консистенция, будет работать лучше. Почему? Потому что в этом случае масло не будет заменять ваше масло, выталкивая его из кожи, вот эти жиры, заменяя. И вы, перестав пользоваться вот этим вот кремом, не почувствуете жуткую сухость. То есть если у вас такое происходит, значит что-то не то с теми кремами, что вы используете. И вот в этом году аромат этого года Juicy Pear. Это сочная груша. Но она груша еще с чем-то. То есть аромат, конечно, не настоящий. Но в предыдущих годах мне нравилось больше. В этом году тоже у них соленый маршмеллоу, такая зефиринка. В прошлом году была ванильная зефиринка. Они практически одинаковые, так что я зефиринку даже не буду выделять. Она клевая, но она еще как бы с прошлого года. Ну здесь такой тоже любопытный аромат, немножко зеленоватый оттенок у крема. Ну и это та же версия, в общем-то, Body Butter, что и с маслом ши. Ну я имею в виду, что баттер и баттер. Ну просто другой аромат. Ну и чуть-чуть другой состав, потому что это вот смягчающий, это классический, там у них еще какой-то есть. И отдельно, может, стоит сказать про йогурт. Тоже это не в этом году появилось. Когда это только появилось, это было, конечно, очень круто. Я тоже об этом рассказывала в предыдущих версиях Адвента и в предыдущих видео о них. Просто тогда добавлю, что вот такой йогурт, и эта тема классная. И этот йогурт ждет лето. Летом и весной одна из лучших форм. Действительно, это что-то между гелем и кремом, что быстро впитывается, не оставляет жирной пленки, при этом достаточно увлажняет. Просто если я летом начинаю пользоваться баттером, я могу начать как-то очень сильно потеть в этих зонах, там, где я его использую. Поэтому вот просто обращу ваше внимание. Также, конечно, в этом году вышли еще маски, такие тканевые, листовые. Но я не буду показывать. Я не нашла в них ничего экстраординарного и клевого. Просто отмечу, что они есть. Да, действительно, это неплохо. Бренд разнообразил свою линейку продуктов. Там у них и по витамину С есть интересные штуки. SPF у них есть клевые. Вот вы слышите, я уже шуршу. Вот последнее, что я покажу, это вот такой крем из серии «Масла жизни». Я его не особо распробовала, но почему хочу сказать о нем отдельно. Это вроде как вот больше всего стремящийся к какому-то антиэйджу. Больше такое ухаживающее, питательное масло жизни. То есть здесь будет очень много масел, а масло сами по себе очень неплохая история, когда мы говорим про антиэйдж. И вот масло из вот этой серии «Масла жизни», которое было тоже пару лет назад, по-моему, либо в прошлом году, мне очень понравилось. Поэтому этот крем тоже вот как бы ок. Если выбирать из остальных, вот может быть он будет более эффективен за счет жирных кислот, которые там есть. Потому что там масла из семян, в том числе масла кумина и из растений тоже масла. То есть там будет и омега, нужные жирные кислоты и, по крайней мере, достаточно увлажнение и питание. То есть вот из всего, что у них есть, мне кажется, это такая ближе всего к заявке на антиэйдж. И при этом это будет для чувствительной кожи максимально нежное, ничего там не затрагивающее. Вот есть люди, которые любят вот очень чистое все, да, активы их не интересуют. Но они могут быть вашими родственниками, друзьями, вы хотите сделать им что-то хорошее. Представить их такому крему может быть чем-то хорошим вообще вот эта серия. Потому что остальное у них так, знаете, вот витамин Е, например. Очень хороший, питательный, клёвый крем, но довольно-таки в плане активности никакой. Вот это всё, что я быстренько обзорно хотела сказать про средства. Потому что все остальные кремы для тела, гели для душа, кремы для рук, которые там тоже в большом количестве. Ну, мне кажется, это не так интересно. Такое же любопытное то, что в этом году, на что я обратила внимание, вам показала. Сам адвентик мы с вами тоже посмотрели. Надеюсь, что вам было любопытно, интересно. Может быть, кто-то поделится своим мнением о креме с морковкой. И давайте, пусть тогда это будет у нас Крисмас настроение. Когда бы вы не посмотрели это видео, в какой бы это ни было сезон, в каком бы вы ни были настроении, пусть будет чудо, радость, олени, Санта и всё самое лучшее. И я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровье, красиво, позитивной волне. И мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока!